Мудрость старца Ремеля воплотилась в фантастическом белом безмолвии и ветреном дыхании окрестных гор. Жить на Урале – неисчерпаемое удовольствие. Город давным-давно увяз в зиме, и чем дальше, тем больше температура за окном приближается к нулю, и цвет снега на улицах отчетливее напоминает асфальт. Календарная зима Весокосного года завершается. Пора переворачивать на стены календарь с видами уральских горных вершин. Март на нем иллюстрирован панорамой горы Большой Иремель. Ослепительной белизны белый купол, еловые лапы с толстыми шапками снега, яркое солнце – это пробуждает к памяти живые картины совсем недавних событий. Подумать только, прошло всего два месяца, а события тех дней откликаются уже далеким эхом. Урал – это не точка на карте и не географический объект. Это мир, который живет в легендах, замирает на фотографиях и оживает в рассказах путешественников. Заберитесь на одну из вершин, чтобы встретить на ней рассвет, или проводите закат на гребне скал и почувствуйте, как отныне и навсегда вы становитесь частью этой горной страны. Такой тишины вы не услышите больше ни в одних горах. Для закрепления ощущений вернитесь в эти же места в иное время года, и вы попадете совсем в другое измерение, получите в два раза больше эмоций. Город спешно завершает дела уходящего года. Изнемогающий от 11-ти бальных пробок он с нетерпением ждал субботы, чтобы растечься в бесконечной очереди супермаркетов, подготовки к праздничным застольям и ощущениям чудес, витавших в воздухе. А небольшая группа мембранного народа в ботинках с фонариками, ставшие возле кучки рюкзаков, немного выбивалась из общей канвы этого настроения. Мы решили по возможности отстраниться с суеты города, но в ожидании новогоднего чуда у нас было ничуть не более слабое. Урал в этот раз стал точкой притяжения для столь разных людей из разных городов. Путь до точки на карте под названием Тюлюк не близок. Последнюю неделю природа выдыхает обилие снегопады и наша газель продирается сквозь белые барханы. Но любая дорога заканчивается и мы перетаскиваем свои вещи в дом, заселяемся, затапливаем печь. Итак, приехали мы, перефразируя водников, колесами к крыльцу, поэтому на весе продуктов никто не экономил. Без салатов не обойтись даже здесь. Голодому здесь остаться не получится при всем желании. Окружающие хребты скрыты от наших глаз облачной пеленой и снежными зависями, поэтому часть светового дня проводим на улицах. Договорились, что заброску сделаем до национального парка. Мобильная связь одного из операторов здесь устойчива, поэтому еще есть возможность уточнить прогноз погоды на следующее утро. Вечером пораньше ложимся спать. Подъем в канун Нового года ожидается ранний. Уже давно рассвело, а вот солнце так и не вышло из-за плотных облаков. Большой ремель в спячке вдыхает облака и выдыхает снежные бураны. Через несколько часов мы достигли границы лесной зоны. Здесь еще не поздно развернуться и уйти вниз под укрытие деревьев. Немного выше заканчивается накатанная снегоходная трасса и дальше придется рассчитывать только на свои силы. Идти навстречу всем ветрам, набирая высоту, перед отправлением включаем рации, проверяем связь и еще раз уточняем наличие минимального необходимого снаряжения. Свистка, ракетницы, спасательного одеяла, термоса с горячим чаем и запаса еды для перекуса. В моем рюкзаке лежит еще буханка хлеба, но без расчетного то, что нужно будет выкладывать крошки в длинную нить. В эту метель нет смысла рассчитывать на возвращение по любым следам. В кармане куртки лежит средство навигации гораздо более надежное. Есть там место и для компаса с бумажной картой. Это требование безопасности. Ошибок не прощают любые горы. Путь на вершину отмечен вешками. И первые из них еще различимы. Чем выше, тем видимость хуже. Любые знаки облеплены снегом и сливаются с фоном. Пора определить азимут и держать направление, сверяясь с навигатором. Все так же по навигатору находим точку вершины. На ней обнаруживаем сложенный тур. Но искать тайник с контрольной запиской совершенно не представляется возможным. Вокруг сплошной белый шум. Пора спускаться вниз. Минуты, отведенные на то, чтобы постоять на вершине, истекают. Гора своим ветреным дыханием уже начинает сметать наши следы. Обратная дорога к входной усадьбе национального парка занимает намного меньше времени. Возвращаемся еще засветло, не торопясь, вдоволь любуясь красотами снежного леса. До праздничного боя курантов остается еще много времени, и желающие подольше погулять по предновогоднему лесу отправляются в путь до деревни, не дожидаясь транспорта. На утро снова выпадает снег. Причин бороться со спечкой нет, так что никуда не торопимся, с удовольствием пьем кофе и идем на неспешную прогулку по окрестностям поселка. Водяных мельниц еще с прошлого века, стоявших на реке в Тюлюйке, сейчас об этом напоминают лишь токотопонимы. Реку для сплава леса больше не используют сейчас. Это природоохранная зона, и хозяйственная деятельность здесь запрещена. А полюбоваться есть чем. Большое количество баз отдыха в селе тому доказательство. На следующий день, наконец-то, выходит солнце, погода просыпается, и можно вдоволь любоваться сиянием белого снега поднебесно-синевой. Удовольствие в первые январские дни было бы неполным без посещения горы поперечной, высшей точки северной части хребта Зигальга. Чтобы попасть на одноименный национальный парк, нужно перейти на другой берег реки Юрюзани. Ниже по течению этой реки весной пойдет вереница катамаранов и прочих плавсредств, но сейчас она промерзла и заметена снегом. Подъем на вершину, который и летом довольно непрост, сейчас вовсе не представляется возможным. Никаких маркированных знаков здесь нет, и в плохую погоду легко можно было бы сбиться с пути. Сейчас видимость превосходная на многие мили окрест, но двигаться все равно приходится на ощупь. Склон горы полностью покрыт курумником, и все глубокие промежутки между камнями сейчас переметены снегом. Идя сквозь полосу субальпийского ельника, мы, сменяя друг друга, целеустремленно тропим дорогу. Но выйдя на гольцы, понимаем, что даже при полном проявлении всех наших морально-волевых качеств, высшее восхождение непроизвольно затягивается. Безопасность превыше всего, и мы задолго до конечной цели решаем уходить. Супрактический климат и в этот раз оказался сильнее. Когда идешь по этому скоротечному лесу, невольно вспоминаешь легенду о хрустальном копье Агидели, дочери Седого, Старца и Ремеля. В такой обстановке невольно веришь в то, что где-то здесь и находится эта волшебная долина. Стоит лишь зажмуриться и от яркого сияния протянуть руку. Там склоны на самом деле отливают разными огнями, и ярче всех светится гора из прозрачного хрусталя. Екатеринбург, вернулись затемно. Город встретил иллюминации, светом фары, тяжелым воздухом. Мы пожали друг другу руки и расстались. Я забежал в отходящую электричку, и, сев на лавочку в пустом вагоне, глупо улыбался всю дорогу до нужной станции. До сих пор был там, где нет железной дороги, таксистов, и где едва видишь вешки в тумане. И я все еще был с теми, с кем уже походный год пускали сигнали ракеты в темное январское небо. С кем шли на вершину, получая в лицо от ветра и старца и ремеля, и стояли на камнях, хмельные от счастья и свободы. С кем тропил по пояс снегу, проваливаясь между глупыми курумника, по грудь, за чьей мощной фигурой шел след в след в облаке. И пусть как можно дольше время не сотрет из памяти моей их лица и не растворит в забытии имена.